Зачем мне платить? Хочу бесплатно. Разберется, сможет, но ему просто так привычно и удобно. Но будет материться. В этой жизни нет ничего бесплатного, поэтому Петроша. Чаще всего они не имеют какой-то дополнительной технической поддержки. Мне посоветуют в РУ-центре или я так и буду сидеть и опять по форумам шарить? Посоветуют, исходя из твоих задач. 5 тысяч рублей и, короче, весь сайт будет всегда работать и тебе хватит на всю жизнь с головой его функционала. Не советую, потому что зачем тебе тратить дополнительно на это время? И какое СМС мне для всего этого? Я бы выбрал. Здравствуйте, меня зовут Петр Стуликов и это официальный YouTube-канал РУ-центр, крупнейшего российского регистратора доменов для бизнеса. Наши выпуски выходят каждую неделю. В них мы рассказываем, как начать свой проект в онлайне и развивать его, на что важно обращать внимание и какие подводные камни следует обойти. В общем, обо всем, что важно для бизнеса в интернете. Часто начинающим предпринимателям приходится самостоятельно создавать сайт для своего проекта, ведь не всегда есть возможность обратиться к профессиональному веб-разработчику. Чтобы интернет-ресурсы могли создавать не только профильные специалисты, существуют такие инструменты, как конструкторы и CMS. Про конструкторы мы уже говорили в видео на нашем канале, ссылки есть в описании. А вот сегодня разберемся, что такое CMS, какие они бывают и как работают. А поможет нам в этом эксперт Руд-центр Георгий Казаров. Гоша, привет. Привет. Расшифровывается Content Management System. Система управления сайтом. Вот. Все очень просто. Классно, да, потому что все время мы говорим, CMS надо как-то же расшифровать. Для чего существуют эти системы, кому они нужны? Прежде всего, они нужны для того, чтобы управлять сайтами. Для разных групп пользователей разного уровня подготовки. Это могут быть как начинающие специалисты, так и профессионалы. Дело в том, что в зависимости от системы управления сайтом можно управлять как и простыми достаточно сайтами, так и крупными сложными какими-то проектами. Но почему бы мне для того же сайта визитки не взять и не набить самому блоки текстов, а разграничить странички, вставить туда в эти блоки текстов? Ты можешь, конечно же, сделать это таким образом, как ты сказал. Тебе потом же нужно будет этот контент менять со временем. Тебе нужно будет заходить в каждый созданный тобой файлик, отправить код. Ты можешь что-то уже забыть со временем, где-то пропустить какую-то корректировку. Система управления сайтом позволяет достаточно просто и легко управлять этим контентом. Потому что что такое, по сути, сайт? Это набор каких-то файлов, которые размещены в специальном окружении. И система управления сайтом как раз позволяет этими файлами управлять удобно в визуально понятном интерфейсе и добавляет некий дополнительный функционал. То есть это такой пульт управления, куда если я хочу в каком-либо блоке поменять, например, тот же самый текстик на своем сайте, я просто в ней говорю, в тот блок внести и даже ссылку, например, на текстовый файл. И оно туда? Да, можешь либо ссылку дать на текстовый файл, либо подгрузить его. Это может быть не текстовый файл, а графический. Их много, как я понимаю, у этих систем. Я знаю один из Bittrex, да, вот я слышу про нее все время. Да, один из Bittrex, WordPress, Joomla, Drupal, ModX, OpenCard, если мы говорим про какие-то специализированные совсем. И чем они отличаются? Какую надо выбирать? В зависимости от того, какая у тебя цель, ты под это подбираешь определенный инструмент, которым ты будешь достигать эту цель. Ты выбираешь ту систему управления, которая подходит под твои задачи и под твой бюджет, потому что они бывают как бесплатные, так и платные. Мы назвали те, с которыми, например, Ру-Центр работает из коробки, что называется. Ты можешь взять у нас тариф хостинга с уже преднастроенной для работы той или иной системой управления сайтом, оптимизированной под нее. Можно ли привести какой-то конкретный пример, что тебе нужен такой сайт, такое-то управление, поэтому тебе не один из Bittrex, а Joomla или что-то еще? Ну смотри, если у тебя, например, какой-нибудь личный блог, да, но, наверное, логичнее его делать на WordPress. Почему? Он проще для этого? Да, он вообще изначально был предназначен для такой блоговой структуры, скажем так. Особенно и название самого WordPress. Да, но стал достаточно популярным, и сейчас на нем делают далеко не только блоги, но очень сложный проект. Системы управления также бывают как бы одномодульными и многомодульными. Одномодульные — это те, которые содержат в себе некий набор функционала, его нельзя никак больше расширить. Многомодульные позволяют расширять функционал базовый, который предоставляет систему управления за счет расширений дополнительных. Но вот у WordPress это многомодульная история. Это можно считать синонимом того, что есть CMS с открытым кодом, который ты, собственно, в который ты можешь... Не совсем нет, потому что, смотри, чем отличается система управления с открытым кодом и закрытым кодом. Открытый код, он может быть доработан участниками сообщества, да, которые поддерживают развитие этого продукта, этой системы управления. Модули могут быть дописаны, но к системам с закрытым исходным кодом — это чаще всего платные системы управления. К ним также существуют отдельные модули, которые также могут быть написаны сторонними разработчиками и просто пройдут проверку. Производители, да, этой системы управления будут добавлены в библиотеку приложений. Ага, а с открытым кодом ты можешь себе установить эту CMS и, собственно, если у тебя есть программа... Да, ты сам ее можешь модернизировать, дописать, можешь воспользоваться каким-то сторонним расширением, которое увеличит ее функционал. Также получить из магазина приложения, потому что для систем с открытым исходным кодом тоже такие есть. Вот, ну, опять же, для WordPress, как пример, самое большое там комьюнити. Платные, бесплатные? Да, бывают платные, бывают бесплатные. Зачем мне платить? Хочу бесплатную. Чем отличается, почему иногда нужно все-таки платить? Во-первых... В этой жизни нет ничего бесплатного, поэтому, Петруша... Да, потому что мы живем в питомнистическом обществе, да, и любой труд должен быть оплачен. Давай посмотрим на различия, да, которые у них есть. Бесплатная система управления контентом. Открытый исходный код, как правило, ты ее можешь доработать силами собственными, либо своих программистов до нужного тебе состояния. Чаще всего имеют какое-то комьюнити, которое поддерживает. Могут содержать уязвимости, потому что как раз-таки открытый исходный код, он, с одной стороны, конечно же, позволяет их быстро выявлять, с другой стороны, это позволяет злоумышленникам быстрее их находить и эксплуатировать. Чаще всего они не имеют какой-то дополнительной технической поддержки, которая может тебе понадобиться в каких-то нетривиальных случаях. Все это остается на твоих плечах. Идешь на форумы и... Идешь на форумы, ищешь информацию, да, и сам пытаешься как-то... решить свою проблему. Что не всегда бывает удобно, если мы говорим про бизнес, да, как бы нужно быстро решить. Платная система управления сайтом имеет, как правило, поддержку. Закрытый исходный код. Тебе нужно платить либо единовременно за покупку этой лицензии, либо продлевать его каждый какой-то период времени. Как подписка. Как подписка. Как внутри себя одна и та же CMS может различаться? Как правило, они делятся по функционалу, который предоставляется конечному пользователю. Ну, то есть тебе. Какие-то модули включены, не включены. Например, там самый младший тариф может содержать в себе все, что необходимо для простого сайта-визитки, но ты не сможешь с помощью него сделать какой-нибудь там форум, интернет-магазин, что-то еще. Более сложный проект. И, как правило, именно по функционалу, по фичам, они делятся на разные тарифы. Самый дорогой тариф, как правило, имеет большее количество фичей, самый дешевый, меньшее количество фичей. Как правило, просто какой-то базовый функционал. Убедил, с чего мне нужно начать? Знакомство, работу с CMS-системой. Выбираем систему управления сайтом, исходя из твоих потребностей. Выбрали, например, там WordPress или 1S Bittrex или любую другую. После этого мы должны ее установить на хостинг. Если хостинг-провайдер предоставляет уже готовый тарифный план с предустановленными системами управления, или на них чаще всего можно ее установить буквально в два клика, и не нужно обладать какими-то там познаниями большими, все это можно сделать через веб-интерфейс. Устанавливаешь систему управления, дальше выбираешь дизайн, который тебе симпатичен или отвечает твоим задачам. Смотришь в демонстрационном режиме, как будет выглядеть твой сайт, после этого добавляешь контент, уже непосредственно твои тексты, ссылки, изображения, товары и так далее. Тестируешь это, дальше добавляешь разные метрики, которые необходимы для SEO, и после этого, в принципе, публикуешь. Всем известно, чтобы сайт отображался в интернете, его нужно разместить на хостинге. Хостинг Руцентр подходит для проектов любого масштаба, а для работы с Joomla, 1S Bittrex, WordPress, Drupal, OpenCart и Modex есть CMS-хостинг. Он поддерживает автоматическую установку системы управления контентом, высокую скорость загрузки страниц и стабильную работу вашего сайта. Специально для зрителей нашего канала действует скидка 30% на заказ любого тарифа CMS-хостинга по промокоду CMS-хост до конца февраля 2022 года. Переходите по ссылке в описании и выбирайте подходящий тариф. Тарифы какие есть тут ценовые градации от, до, максимум и минимум? Условно от 100 рублей и выше, в зависимости от ресурсов. Есть ли ты какая-то золотая середина, например, та CMS-ка, которую Георгий Казаров посоветует, и она будет вот прямо петь тебе за 5000 рублей, и, короче, весь сайт будет всегда работать, и тебе хватит на всю жизнь с головой его функционала? Нет, петь, потому что все из задачи сходит. Давай смотреть под конкретную задачу, будем выбирать инструмент, который эту задачу решает. Когда определюсь, ясно, что мой бизнес и мои задачи будут увеличиваться, бизнес будет расти, ты упомянул уже модульность, да, соответственно, в CMS-ках заложен какой-то алгоритм на тот случай, что твой бизнес растет, расширяется, увеличивается. Я сначала купил самый базовый тариф, а потом мне нужно... Это есть как в бесплатных, так и в платных, да, если модульность, многомодульность поддерживается. То есть у тебя, первое, могут увеличиваться квоты ресурсов, которые тебе необходимы для работы, да, систему управления, это работа твоего сайта. С точки зрения системы управления, да, расширение, дополнительное расширение, приложение, модули, которые можно установить дополнительно сверху на эту систему управления, они будут закрывать какие-то твои дополнительные задачи, которые у тебя появились в связи с ростом бизнеса. У тебя там не было онлайн-чата, да, на сайте. Установил этот модуль, и он у тебя появился. Ты упомянул про SEO, да, направление оптимизации. Какие для этого есть инструменты в CMS? Как правило, это некий стандартный пакет инструментария. Это управление тайтлами, дискрипшенами, метод тегами, описаниями страницы. Это формирование страниц ошибок правильных, формирование человекопонятных ссылок и урлов, возможность добавления веб-аналитики, типа Яндекс.Метрики или Google Analytics. Еще возможность вставлять произвольные куски кода, да, программного. Иногда это все в инструментах тоже бывает полезно. В принципе, все современные системы управления сайтом этот функционал поддерживают. Есть какие-то еще функционалы в CMS, которые ты бы отметил? Вот это важно, ну, понятно, SEO важно. Что еще может быть, вот прямо на которые стоит обратить внимание? Работа с графическим контентом, какими-то изображениями, да, то есть как, насколько корректно ты можешь их встраивать в свой дизайн, как их можно отредактировать прямо на лету, то есть не прибегая к использованию каких-то там сторонних редакторов изображений. Возможность прозрачного переноса всей системы управления с одного хостинга на другой, то есть какое-то бэкапирование и распаковка этого бэкапа в другом месте может быть полезна. Нужно смотреть, как организована работа с каталогом товаров, работа с карточкой товара, если мы говорим там про интернет-магазины, да. Насколько это удобно, какие можно ли там добавлять какие-то расширенные там поля описания и так далее, можно ли добавлять списками, можно ли это синхронизировать со складской программой, можно ли это соединить с сервисами доставки. Тоже важен с точки зрения автоматизации всего процесса. Когда у тебя пользователь пришел в твой магазин, что-то купил, смог заплатить, потому что, опять же, возможность интеграции платежной системы, сразу-то ему отгрузил этот товар и служба доставки ему товар доставила. Я обращаюсь в Рудцентр и говорю, ребята, ну мне вот тут точно нужна CMS-система, и вот у меня, например, будет интернет-магазин. Мне посоветуют в Рудцентр или я так и буду сидеть и опять по форумам шарить? Конечно. Что же лучше мне выбрать? Нет, а посоветуют, исходя из твоих задач, что тебе может подойти, какие варианты могут подойти. И если ты уточнишь свой запрос, конечно. Не к тому, чтобы обидеть какого-то производителя CMS, автора и разработчика, а просто с точки зрения профессионала. Для каких целей, какие лучше CMS? Например, ну что у меня может быть? Магазин, блог, я не знаю, сайт-визитка. Для него вообще нужна CMS? Ну, для него подойдет опять же тот же самый WordPress, вполне себе подойдет. Может, как ты с самого начала хотел на файликах это все написать. Но ты не советуешь? Не советую, потому что зачем тебе тратить дополнительно на это время какое-то свое более полезными делами, ты можешь заняться. Если магазин? Давай смотреть по поводу по потребностям твоего магазина. Сто товаров, небольшой магазин. Ну, кроме этого, тебе, наверное, что-то еще нужно, например, там подключение платежной системы. Ты будешь онлайн принимать оплату? Безусловно, конечно. Ты будешь доставлять продукцию? Буду. Или самого вывода? Да, какие-то программы лояльности для твоих клиентов у тебя будут? Будет круто, да. Боложная программа, асамбле системы скидки, какие-то акции какие-то ты будешь запускать также на товары? Так, да? И какую CMS мне для всего это? Ну, я бы выбрал, вот, я лично выбрал бы один из Bittrex и настроил бы ее, был бы счастлив и доволен. Ну, а чем может быть удобнее тот же Modx или Joomla или OpenCart? Они все, в принципе, могут использоваться для этих целей, да? Просто вопрос в удобстве настройки и использовании этого функционала. Кто-то к одному привык, кто-то к другому. То есть, если разработчик так, например, исторически сложилось, что он работал с Drupal, да? Ему будет проще всегда делать какие-то вещи на Drupal, чем на один из Bittrex. Это не значит, что он не разберется. Разберется, сможет, но ему просто так привычно и удобно териться. Георгий, спасибо большое за ответы на вопросы. Спасибо огромное за интервью. Спасибо. Сейчас существует более 50 CMS от неизвестных до тех, которыми пользуются миллионы людей. Прежде чем выбрать CMS, определите, для каких задач вам нужен сайт и сложность вашего проекта. Но помните, что перед началом работы с системой ее нужно будет установить на хостинг. Специально для начинающих в создании сайтов в RooCenter есть тарифы хостинга с предустановленными CMS. На сегодня, пожалуй, все. Помните, чем шире представлены возможности бизнеса в сети, тем больше шансов для успешного развития и роста. Все ответы на вопросы о бизнесе в интернете вы найдете, как всегда, в блоге RooCenter по адресу ник.ру. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Спасибо, что были с нами. Встретимся через неделю. Будет интересно.